всем привет сегодня будем делать упражнения 4 6 5 давайте приступим для этого скачиваем наш пакетрейсер и открываем его он сразу же открывается и нам сейчас нужно будет ввести информацию о нас то есть имя электронную почту и номер нашей группы либо какую-то дополнительную информацию для нашей идентификации группа email и имя нажимаем ok подтверждаем готово и сегодня у нас вот такое вот интересное задание нажимаем кнопку top чтобы закрепить задание и размещаем где-то вот так сегодня мы будем учиться работать с разными типами кобелей и разбираться что когда и зачем использовать давайте приступим первое что нужно сделать это сделать соединение с облаком для этого нужно взять роутер 0 и облака чтобы их соединить нам нужно использовать кабель купер straight это тип литой пары который используется для соединения между устройствами выбираем вот он он третий списке роутер 0 в роутере 0 мы выбираем фаза ethernet 00 выбираем облака и выбираем ethernet 6 готово мы получили 12 баллов двигаемся дальше теперь нам нужно соединить облака и и cable модем вот он для этого нам нужно выбрать такой же кабель ой не такой же нам нужно выбрать коаксиальный кабель так как все все написано выбираем выбираем облака далее выбираем коаксиальный кабель 7 и порт модем к порту 0 и как можете заметить у нас в каждом интерфейсе куда мы подсоединяем наши провода у нас есть своя иконка которая нам помогает определять ну куда какой кабель нужно нам подсоединять дальше нам нужно соединить роутер 0 и роутер 1 вот они здесь расписаны для этого нам нужно использовать serial cables есть два вида это serial dse и serial dte они нужны для подключения к глобальной сети то есть кван у этих у них есть небольшие отличия но в данный момент так как у нас не указано какой из них нам нужно выбрать мы берем любой допустим serial dte выбираем роутер 0 в роутере 0 нам нужно выбрать serial 0 0 и в роутере 1 нам тоже выбрать serial 0 0 нам говорили что этот кабель не может быть соединен давайте выполним еще раз serial 0 вот сработало дальше нам нужно соединить роутер 0 и netocad pka то есть это наш сервер для этого мы выбираем вот этот вот кабель cooper cross over это тип азернет кабеля который используется непосредственно для соединения конечных устройств то есть например наш роутер и конечное устройство это сервер netocad pka выбираем роутер 0 фазернет 0 1 соединяем с сервером готово дальше нам нужно соединить наш компьютер который называется configuration terminal и роутер 0 для этого мы используем консольный кабель нажимаем rs232 и роутер 0 консольный и как видите наша сеть уже понемногу начинает соединяться и работать дальше нам нужно соединить роутер 0 и switch для этого давайте посмотрим какой тип кабеля нам нужен так берем наш фибер это оптоволоконный кабель роутер один соединяем давайте почитаем с фазы зернет 0 1 1 0 и switch соединяем фазы зернет 0 1 готово соединили и у нас все зеленый индикатор значит все работает все правильно дальше нам нужно соединить кейбл модем и wireless роутер для этого нам нужен обычный куполь средства кабель выбираем тут соединяем к порту 1 и дальше к ethernet 1 что-то не так я ошиблась наверное соединяем кейбл модем порт 1 а к интернет порту а я выбрал ethernet давайте сейчас это перенастроим удаляем соединение здесь порт 1 здесь интернет все соединение также есть все работает следующий нам нужно соединить wireless роутер и family pc выбираем тот же тип кабеля обычная пара тут мы выбираем фазы зернет 0 1 и тут выбираем ethernet 1 готово теперь нажимаем кнопочку capture forward вот она и у нас все соединения говорят зелеными индикаторами значит мы настроили все правильно нажимаете кнопку check results и правда да все правильно думаю у вас тоже все получилось а на этом все всем пока